Что такое London Eye? Это лондонский глаз. Такая достопримечательность, которая открылась в 2000 году и стала культовой частью горизонта города Лондона в Великой Британии. Это не так все просто. Купить билет, прийти. О, боже мой, там надо еще отстоять очереди. Надо, чтобы еще был хороший день, чтобы не было тумана. Как-то всегда мне везло, чтобы была хорошая солнечная погода. Если, например, правильно посчитать капсулы этого лондонского глаза, то можно увидеть, что их всего 32. Что символизирует 32 различных района Лондона. Но почему же тогда можно сесть в капсулу, на которой написано номер 33? А это потому, что суеверие. Например, номер 13 был пропущен. Из-за боязни, что некоторые люди откажутся войти и откажутся рисковать и рискуют невезением. Лондонский глаз – это отличное место, чтобы увидеть знаменитости. Супермодель Кейт Мосс якобы совершила здесь более 25 поездок, что, как мы предполагаем, является своего рода рекордом. Хотя Джессика Алба, как сообщается, совершила 31 оборот и продолжает подсчет. Лили Эллен, Анджелина Джоли и Дэвид Блейн тоже были замечены на лондонском ае в капсулах или вокруг них. Потому что даже волшебникам в жизни нужно немного волшебства. Мир полон подражаний. Вы можете посетить реплики, вдохновленные лондонским глазом в разных городах, включая Лос-Вегас, Сиэтл, Атланту. Дюбай тоже сделал рекордный глаз в 2020 году. Стоит отметить, что у лондонского глаза был предшественник. Лондонское Великое Колесо, которое открылось в 1895 году и было снесено в 1907 году. Высота ока составляет примерно 135 метров. Для сравнения, средний человеческий глаз составляет всего 24 миллиметра. Между тем, средний вомбат составляет около 1 метра в длину, что означает, что высота лондонского глаза равна 135 вомбатам, стоящим на плечах друг у друга. Используйте эту информацию с умом. На самом деле это не колесо обозрения. Технически это считается консольным колесом обозрения, а не колесом обозрения. Лондонский глаз опирается на А-образную раму с одной стороны, а его тележки обеспечивают беспрепятственный обзор окрестностей на 360 градусов. Как упоминалось выше, оно также значительно больше типичного колесообозрения. Внимательные наблюдатели также заметят, что на самом деле это не глаз из-за его неспособности обрабатывать визуальную информацию. Однако у лондонского консольного колеса обозрения нет такого же кольца. Имея все это в виду, прокатиться в одной из капсул действительно довольно захватывающий опыт. Лондонский глаз зарекомендовал себя в качестве международной иконы, символизирующей город. Трудно представить Лондон без его знаменитого ока. Так же трудно представить 135 лондон, тянущихся к небу в гигантской сумчатой пирамиде. Города, где я бывал, по которым тосковал, незнакомые от стен до крыш. Снятся людям иногда их родные города. Кому Москва, кому Париж. Ну а если нет следов на асфальте городов, нам и это подходит вполне. Мы на край земли придем, мы заложим первый дом и табличку прибьем, но со снегом. Все на свете города не объехать никогда. На любой остановке сойди. Есть у нас один секрет. На двоих нам 40 лет. Как говорят, все впереди. За ночь ровно на этаж подрастает город наш. Раньше всех к нам приходит рассвет. Снятся людям иногда голубые города, у которых названия нет. Это мои воспоминания с 2010 года. И там же, возле лондонского Айв, в котором мы были в марте 2010 года, я встретила Личана Паворотти, лирического тенора. Но это уже только фигура из Мадам Тюсон-Медея. Это был март 2010 года. Мы гуляли по улицам Лондона. И что всегда самое главное? Это оказаться в нужное время, в нужном месте. Мы набрели на музей, который назывался Музей Дворцовой Кавалерии. Зашли в этот музей, магазин там есть, где можно сувениры купить, какие-то еще вещи. И вдруг мы увидели, люди собираются, столько много людей. Мы думаем, что такое? Что происходит? Мы вышли и стали спрашивать у людей, а что здесь, какая раздача будет? Что тут будет происходить? Или кто-то знаменитый, или может фильм какой-то снимают? Потому что на улицах Лондона вообще-то и фильмы снимают. Мы неоднократно попадали на съемки фильмов в Лондоне. И вот вдруг они нам говорят, люди, что мы можем увидеть сейчас очень интересное шоу. Называется «Церемония развода караула», которое проходит по будничным дням в 11 часов утра. Что же это такое? Церемония развода караула. Королевская конная гвардия считается отдельным родом войск и состоит из двух полков – Лейб-гвардейского конного и Блу-энд-ройлс – Королевской конной гвардии и 1-го драгунного полка. Их традиции пошли еще с 1660 года. К тому же они являются личными телохранителями королевы. Оба полка много времени проводят перед казармами Камбер-Мер, где проходят учения, особенно учения верховой езды. Они же здесь всегда готовятся к большим событиям, например, к таким, как свадьбы. И вот в будущем тут будет свадьба Вильяма и Кейт Миддлтон. Музей дворцовой кавалерии рассказывает об истории королевских конных гвардийцев, которые были созданы в 1661 году для охраны короля Карла II. Музей расположен в красивом историческом здании, специально построенном в середине XVIII века в качестве казарм и конюшни для гвардейцев. Гвардейская конюшна впечатляет своими размерами. В ней могут разместиться более полутора тысяч лошадей. И что самое интересное – конюшня многоэтажная. На второй и третий этажи лошадей подымают даже на лифте. Порой можно заметить, как на ее балконах гвардейцы вычесывают лошадей. Посмотреть на повседневный быт ухода за лошадями можно сквозь прозрачную витрину. Это все там бесплатно. Однако вход в музей стоит денег. Ну, магазин, вот эта площадь, эта церемония – это все бесплатно. Если есть желание, можно спуститься в подвал и посмотреть специальную площадку для петушиных боев, которые в прошлые века были любимым солдатским развлечением. Непосредственно музей представляет собой галерею. Тут можно во всех подробностях ознакомиться со сложной экипировкой конного гвардейца, которая включает 51 предмет, и даже примерить ее, что займет довольно много времени. Можно только удивляться, насколько консервативным оказался подход к форме. Фактически за три с половиной века ее вид почти не изменился. Все те же, что и при короле в Карле II – блестящие керасы, высокие ботфорты, сабли, кивира с султанами из конских хвостов. Кстати, на полировку всех этих блестящих предметов у гвардейцев уходит большая часть своего времени. Королевская конная гвардия выполняет не только терминальные функции. Она регулярно участвует в военных конфликтах или входит в состав миротворческих контингентов. В Азии и Африке. И об этом также можно узнать при посещении музеев. По мере развития прогресса вооружение изменилось. А в 20 веке гвардейцы оседлали уже не лошадей, а бронемашины во время мировых войн. В музее множество наград и регалий за участие в войнах Британской империи, а также полковые музыкальные инструменты, разнообразная конная упряжь и знаки королевской благодарности в виде кубков, грамот и орденов. Британской империи Д Falls Британской империи Д jавни-перни Граг ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конные гвардейцы стоят на карауле только в дневное время и только у светлого, неоклассического здания своих казарм на лондонской улице Уайт-Холл. Служба их носит скорее символический характер. Единственное оружие – сабля. Меняют их каждый час, потому что лошадь больше часа неподвижно стоять не может. В Великобритании нет обязательной воинской повинности, и все военнослужащие, в том числе и гвардейцы, контрактники. В первый год службы рядовой гвардейец получает 750 фунтов в месяц – около 1000 долларов. отбор в кавалерийский полк очень жесткий, однако туда часто берут людей других национальностей – представители Индии, Пакистана или Африки. «Африки! Африки! Африки! Африки!» Лондон – это город наполненности. Вот мы гуляем по улице и чувствуем, жизнь бьет ключом. В Лондоне очень часто можно встретить съемки каких-то фильмов. Например, мы попали и были свидетелями съемок фильма «Аббатство Даунтон». Согласно книге Джессики Феллоус «Мир аббатства Даунтаун», которую она написала в 2011 году, производство телесериала обходилось в среднем в 1 миллион фунтов стерлингов за эпизод. Интересно, что королева Елизавета, одна из королевских поклонниц этого шоу, обнаружила ошибки в различных эпизодах, сообщает Дейли Телеграф. Она отметила, что солдат Первой мировой войны носил медали, награжденные во Второй мировой войне. Королева также была гостем в замке Айклер. По состоянию, на 2013 год «Даунтанское аббатство» – это драматический сериал с самым высоким рейтингом, показанный на шедевре BBC за все время. Его посмотрели около 120 миллионов зрителей в двухсот странах и регионах. Сцены на природе снимались в ближайших районах, возле замка и в нескольких ближайших городах, и в Лондоне тоже. В съемочной группе приходилось переезжать с места на место, так как создатели требовали не только хороших кадров, но и полного соответствия атмосферы того времени. Внимание уделялось постройкам, попадающим в кадр растительности вокруг и, конечно же, дорогам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова